на канал за гет поступил такой вопрос самое лучшее средство от уныния самое лучшее то есть много на каждой те самые лучшие средства ну конечно это не антидепрессанты речь идет о духовном уныние они болезни депрессия чё будет уныние ну конечно на бывает от маловерия потому что если мы крепко верим и унывать то не будем будем скорбить но не унывать бывает бесы нам навевая дух уныние и там какая-то да две три мысли которые мы принимаем за истину и начинаем переживать а потом унывать уставать от этих мыслей в общем сами мы знаем что причин много всевозможных сейчас вообще трудные времена очень не время радости поэт время радости а сейчас все-таки время несения особого креста когда мы все этот крест несем все эти скорби но как нам как же нам все же не унывать научиться радоваться один духовный человек сказал как-то помню всегда в душе оставляй место для радости радость нужно учиться что бы то ни стало радоваться можно миру божьему он удивительно красив бесконечен в нем запечатлевается красота божия красота божией любви она проявляется окружающем мире можно радоваться близкому человеку близким людям нет ничего более ценного чем любовь христианская чем тепло человеческого сердца чем поступки милосердия они всегда вызывают радость умиление и радость это тоже прекрасное средство от уныния замечательное средство от уныния конечно это таинство христовы таинство церковное исповедь и причастие не могут не радовать всегда после исповеди мы чувствуем облегчение всегда после причастия мы чувствуем пасхальную радость если мы ценим то что получили если мы благовенны готовимся к причастию то всегда радуйся после причастия но как бы все подытожить обобщить конечно вспоминается слова апостола павла всегда радуйтесь непрестанно молитесь за все благодарите вот это последнее за все благодарите очень глубокие слова ситуации и советуют когда обрывает на скорбь обрывает нас уныние говорит слова благодарности богу сначала они бывают какими натянутыми через силу потом постепенно ум начинает искать зацепку за что же будут благодарить а всегда можно есть всегда есть за что поблагодарить всегда можно найти такую причину и когда все же мы заставляем себя говорит слова благодарности слава богу за себя слава бога за все тогда постепенно вот эти слова благодарности приводят нас к некому смирению и Бог гордым противится, а смирим дает благодать, и это не может нас не обрадовать. Когда благодать Божия приходит к нам, мы начинаем радоваться, уныние у нас проходит. Да, нам бывает спорно за что-то, да, мы несем свой крест, да, какая-то часть души нашей скорбит, но все же радость постепенно поселяется в нашем сердце. И не будем забывать о молитве, по слову апостола Павла, что мы должны непрестанно молиться, молиться можно и словами, молиться можно и молча, то есть ставить себе перед Богом. Когда мы благодарим Бога, мы тоже молимся, это, наверное, одна из самых высоких степеней молитвы, слава Богу за все, и за скорбь, и за радость, за все, что нам дает, за тот крест, который мы несем для спасения нашего, за крест Христов, на котором Господь искупил грехи и роды человеческого, за все, за все, за все Богу всегда будем благодарить. И таким образом мы навсегда избавимся от духа уныния. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok